Фабрика по переработке хлопноволокна и производству пряжи Oxlitextile вновь запущена. В 2010 году предприятие было с помпой открыто в специальной экономической зоне Уинтустык. На ее создание было потрачено почти 6 миллиардов тенге, из которых больше половины заемных у институтов развития. Тогда чиновники рапортовали, что теперь в Южно-Казахстанской области дан новый импульс развитию текстильной промышленности. Обеспечены работой 260 человек. Но уже в апреле 2011 года фабрика остановила производство. Денег не хватило на резко подорожавшее сырье. Теперь руководство компании заявляет, что проблемы решены. С китайским заказчиком заключен контракт на сбыт 2000 тонн пряжи. Сырья хватит на производство продукции до августа. Однако проблемы с финансовыми обязательствами предприятия пока на стадии решения. Идет переговорный процесс. Говорить, я думаю, что рано о деталях. Но мы пытаемся прийти к той финансовой модели, которую могла бы тянуть, скажем так, компания. Чтобы большого обременения финансовых обязательств не было. Чтобы мы могли, поскольку наша продукция 95-100% ориентирована на внешний рынок, чтобы мы могли успешно конкурировать на мировом рынке, мы пытаемся договориться к той финансовой модели, чтобы компания могла обслуживать долги и успешно работать на мировом рынке, скажем так. Возобновление производства и ориентация на внешние рынки – яркий и наглядный пример положительного влияния девальвации на экономику страны, считает заместитель Акима области Сапарбек Туэкбай. Многие там по-разному трактуют, да, немножко сейчас ажиотаж, но в целом, если с точки зрения производства посмотреть, неважно, это промышленность, сельское хозяйство, да, наши продукции стали в один день на 20% дешевле, чем их аналогов, конкурентов за рубежом. То есть и на нашем рынке, и в зарубежных рынках, на экспорт, наши продукции стали намного конкурентоспособнее. Вот конкретный пример – это предприятие, то есть мы контрактовали, уже заключили доллара, то есть теперь у нас на 20% дороже будем продавать, то есть если деньги, и рентабельность предприятия автоматически вырез на 20%. Ну, это хорошо. Поэтому, когда будем, ну, как бы по-разному сейчас обсуждать эту тему, да, надо и положительные моменты есть огромные. Если так посмотреть, да, вот в рамках таможенного союза пошла конкуренция, да, вот некоторые наши предприятия не выдержали, и теперь ВТО наступает. Поэтому такие меры экономические, я думаю, что даст огромный импульс, сейчас толчок, восстановили наши предприятия, и дальше, чтобы они были намного конкурентоспособны. Мощности фабрики «Окситекстайл» позволяют производить на новейшей швейцарской и японской технике почти 6200 тонн пряжи в год. Пока контракт на сбыт есть, но что будет дальше неизвестно, ведь рентабельность предприятия зависит от мировой конъюнктуры.